Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня я покажу вам вот такой классный волчок от компании SB, который прислал мне магазин Портал SPB, и ссылочки у меня находятся в описании. Можете прямо сейчас перейти, посмотреть, заказать что-нибудь для себя. Ну что ж, а у нас сегодня будет непростое видео, потому что сегодня у Блю Де Лонгинус от компании SB будут очень серьезные соперники. Я их специально ему отобрал. Итак, вот список. Блю Де Лонгинус от непонятной компании. Блю Де Лонгинус из Custom Zed Set от Takara Tomy за 6 тысяч рублей, ребятки. Орб Эггис из того же набора. Красный Имперор Форнеус. Мой любимчик Дэд Хэдис. Хазард Кирбеус. Легендарный Сприган. Голден Зет Ахилес. И два слабака по традиции Одакс и Кскалим. Вы все на меня говорите, что я якобы постоянно унижаю Лонгинуса. Но сегодня мы посмотрим Лонгинус от компании SB и узнаем, насколько же он крут. Так, сейчас мы его аккуратненько откроем. Ну или не аккуратненько, я порву, как всегда, все. Я люблю рвать коробки. Так, 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 так. Опа, опа, опа. Опа, вау. А у меня попались тут две пары наклеек. Одна пара наклеек, одни от Лонгинуса. Это от кого, ребят, наклейки? Напишите в комментариях. Бонусы. Но это круто. Это круто. Я люблю такие ништячка. Так, у меня все поразлетелось. А вот такая запускалка, беренькая. О, слушайте. А вот это прикольная запускалка. Она очень быстро. Вот, смотрите. А, это тоже. А у меня все они быстро возвращаются. А это новенькое. Вау, вау, вау. Крутяк. Так, детальки давайте мы достанем. Ну и что ж, вот он. Красавчик. Блюди Лонгинус. Ну да, он отличается внешне от этого. Это такой более приятный пластик. И, ну, пока еще свеженький он, с него все равно. Более пластик, поприятнее. Вот этого больше нравится. Хотя, смотрите, еще даже, смотрите, что заметил. У дракона здесь лиловый. Бриллиант. А здесь нет бриллианта. Интересно. А вот такой у него хайповый диск. Металлический, классный, под номером. А тут нет номера. И вот такой драйвер. Драйвер, кстати, а где-то у меня... Сейчас покажу, ребятки, подождите, подождите. Так, вот у меня есть Lost Lunar Silver Dragon. Они... Да, отлич... Или такой же, не пойму. Или одинаковые. Не пойму. Вроде бы одинаковые. Или нет. Ну, уже не суть. Будем играть. Блюди. Оооо, у меня упала коробка, друзья, с бейблейдиками. Ой-ой-ой. Ладно, не беда. Собираю красавчиков. Вот он. Вот он. Так, вы знаете, друзья, что у меня проблемы с левосторонними бейблейдами. Поэтому сегодня будет экспериментал видео. Поехали играть. Запускаем первым ноунейм-компанию против СБ. Ого-го-го, друзья мои. Представляете, СБ проиграл, но почти, кстати, взорвался от ноунейм-компании. Играем следующий раунд. Вперед. Вау. Кошмарное ускорение проводит. Два. Все, друзья. Соперник повержен. Это нам уже больше не нужно. Этот парень отправляется у меня в основную коробку. Крутяк. Играем, друзья мои, дальше против Блудилонгитсу от компании Такара Томи. И запущу-ка я, пожалуй, вот с этой запускалки. Мг, так поинтереснее. Вперед. Ого-го. Слишком сильно разогнался и добрался до солнца. Блудилонгитс от компании СБ. Ничего страшного. Перезапущу. Ах ты. Сорвалось у меня что-то. Сорвалось. Вперед. Вау. Вау-вау-вау. И опять. Да как так-то? Как же его тогда запустить, чтобы он не вылетал у меня с ринга? Так, давайте попробуем еще разок. Вперед. Ох, походу у меня запускалка сломалась. Вау. Да ладно, еще одного лонгинуса разложил мой новичок. Это было круто. Это было круто, но весьма как-то странновато. Но ничего. Играем дальше. Запускаем. Теперь мы, пожалуй, кого? Вот такого парня. Хазар Кирбелса. Вперед. Ого. Ого. Куда ты полетел? Ах, как вот и поймать ускорение. Да. Что-то у меня сегодня не получается. Баги. Вот такие дела. Вау. Вау. Выбивание с ринга. Друзья, ну почти разобрался, причем Кирбелус. Но здесь все же было по-честному. Вперед. Двойное выбивание с ринга. Учитывая то, что Кирбелус я запускаю вторым. Мощнявый волчок. Давай третий разок для уже удостоверения. Эпичное столкновение. Взрывной финиш. Ничего себе, какая мощь. Слушайте, у меня... А-а-а. У меня даже так аратомить так волчки не разбивал. Крутяк. Ладно. Давайте запустим теперь следующего соперника. А вот такого простенького Одекса, друзья мои. Посмотрим, что почем. Вперед. Одекс в центре ринга. Влади Лангинус вращается по кругу. И медленно начинает спускаться к центру. Чтобы нанести свой решающий удар по Одексу. Слушайте, как Одексу повезло, что он от всех ударов отклоняется. Какой хитрый бейблейд. Вау. Удивительно. Но Хазард Кирбелус от компании СБ проиграл в прошлом бою Лангинусу. А сейчас какой-то непонятный Одекс победил. Поехали. Ага, я понял, в чем прикол. Здесь главное... О-ка, стой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Здесь главное, я понял, каким надо это самое, как это сделать. Вау. Да, друзья, здесь против такого соперника, как Одекс, нужно тренироваться. Ребята, это все вам не шуточки. Так. Да, смотрите-ка, проиграл еще одну битву. Причем почти, кстати, у меня Одекс разобрался. Так, хорошо. Давайте-ка запустим еще разок против кого? Против Дэд Хэддиса. Очень мне интересно этот бой посмотреть. Вперед! Вау! Вау! О-о-оу! Вы видели, как он увернулся и атаковал Дэд Хэддиса? Круто! Мне понравилось. Давайте попробуем теперь еще запустить против вот этого парня. Я думаю, что Форнеус легкостью раскатает Блуди Лонгинуса. Вперед! Да вы что? Да ты что? Это мой любимый волчок. Ну, у меня вообще Имперер Форнеус черный, любимый волчок, но красного я тоже обожаю. Что это такое? Так, негативно. Как же тебя заставить проиграть, Лонгинус-то, а? Поехали! Ну, честно. Какой мощный! А-а-а! Е-е-е! Да! Немножко, немножко, друзья мои, стоит потерять Лонгинусу на начальном этапе свою скорость, и все, он проигрывает. Но! Но! Это я просто запускаю по очереди. Я думаю, если таким БМ запускать, ну, как следует, я думаю... О! Вообще выбил, пока я тут болтал. Я думаю, да, если таким БМ запускать как следует, он будет очень хорошо летать по рингу. Ничего себе! Дальше. Зет Ахиллес, Голден. Поехали! А, стоп. Отвиз. Вау! Да ладно! Взрывной финиш для Зета Ахиллеса! Необычненько! Так, 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 так. Так, собираем. Готово. Слушайте, очень классный бей. Дальше. Легендарный Сприган. Какая интересная атака у легендарного Спригана. И он... А! Проигрывает. Слабак Сприган. Следующий раунд против Кскалиуса. А Аэроп Эгиса отставлю я на закуску, друзья мои. Вперед! Аэээ... Ребят, дело в том, что я просто неправильно как-то его запустил. Но по факту он взорвал того, кого нужно было ему взорвать. Так, хорошо. И финальный бой на сегодня, друзья, на двух очков. Орб Эгис против Блади Лангинуса. 3-2-1. Бейблей! Ого! Прилипало, прилип. Лангинус какими-то рывками, рывками нападает на Орб Эгиса. И пытается, пытается его закоптить. Смотрите-ка, 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 что происходит, друзья. Орб Эгис дается, и Лангинус тоже там в конце уже упал бы, если бы я его не остановил. Следующий раунд. 1-0 в пользу Лангинуса. 3-2-1. Вперед! Зафиксировался Орб Эгис. Блади Лангинус не решается атаковать. Посмотрите, у него как будто есть свой собственный разум. Он немножко провел атак, теперь он решает вымотать соперника и вращается вокруг него, нанося ему удары. Вы посмотрите, что происходит на ринге. Блади Лангинус побеждает в этом матче. Друзья, вы все видели сами, мне очень бы этот понравился. Такого можете заказать по ссылочкам в описании, проходите в магазин Портал СПБ. Там очень много всего интересного, помимо этого волчка. Спасибо всем за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами был чудовищный Угомонный Бейдер. Всем удачи, мы с Лангинсом говорим вам пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok